Телохранитель Зеленского. Статья на антифашисте за 4 октября 2019 года. Александр Яблоков. Министр внутренних дел Арсен Аваков сегодня в шоколаде, причем Рошеновском. Объясняю почему. Он оказался единственным высокопоставленным чиновником времен Порошенко, сумевшим удержаться на должности. Речная договоренность Игоря Коломойского, Авакова и Зеленского. Все знают, как договаривается Игорь Валерьевич. Можно вообще без нижнего белья остаться в результате выгодной сделки. И еще плюс долг с процентами. Совершенно непонятно откуда, но платить надо до конца жизни. А если верить в существование загробного продолжения бизнеса, то и после. Коломойский выдвинул целую кучу условий сохранения Авакова в кресле. Он совершенно не стеснялся. Даже сначала предложил Авакову чисто петушиную должность. Вице-премьер по силовым структурам. Никакого реального влияния на МВД. Просто сиди с умным видом, надувай щеки и наблюдай за происходящим. Номер не прокатил. И пошел торг. Арсен торговался отчаянно. Как на Восточном базаре или на Армянском. Игорь Валерьевич раздевал его как капусту. Сначала отобрал национальную гвардию, которая должна подчиняться непосредственно президенту. Потом пограничников. Затем почти выпилил у Арсена национальную полицию. Но в последний момент с криками и клятвами на торе удалось запилить ее обратно. Правда с потерями в замах Авакова. Жуткий срач начался, когда стали делить игурный бизнес. Аваковский космолот сети игровых автоматов Игорь Валерьевич хотел подвергнуть полному ребрендингу. То есть отобрать и перевести дело в отеле. Министр вцепился в космолот, как истинный патриот своей страны. Вопрос отложили как дискуссионный. Добрались до янтаря. Тут Коломойский был безапелляционным. Май-ё. Началась безобразная дискуссия. Министерство внутренних дел традиционно крышевало нелегальную добычу янтаря в Житомирской и Ровенской областях. Игорь Валерьевич поломал эту схему, но хитро. Авакову как бы отдавалась сфера вывоза необработанного солнечного камня за кордон. Потом появился проект закона о легализации добычи янтаря, в котором содержалась норма о криминализации поставок солнечного камешка за границу. И тут же стали отбирать у Арсена контроль над пограничниками. А как добывать средства к существованию, если ты ничего не контролируешь? Не метра границы. Поэтому, когда Зеленский подписал формулу Штайнмайера, и Петр Алексеевич вывел своих парохоботов под стены офиса президента, Арсен с облегчением выдохнул. Слава тебе, Господи, понеслось. Слуги народа, естественно, обделались. Они боятся уличных протестов до поноса. И кто же их спасет? Кто купирует путь, организованной страшным Порошенко? Кто остановит реванш? Только Аваков. И вот, буквально с 1 октября, Арсен стал уверенно отыгрывать утраченные в ходе переговоров с Коломойским позицией. Национальная гвардия как бы подчиняется президенту. Тем более, уже изменения в конституцию начали вносить. Но есть нюанс. Гвардейцы находятся в оперативном подчинении МВД. Иначе никак нельзя. А вдруг, 14 октября, в день украинского война, начнется штурм офиса Зеленского. Он же не успеет даже трубку поднять. Поэтому Арсен, как типа Дейл, сам поспешит, на помощь и подобьет из РПГ гребаный грейдер Порошенко. О переподчинении погранслужбы к обмину, который плотно оккупировали Соросята, уже никто не заикается. Аваков стоит на страже нерушимых границ Украины. Еще и бонус получил. Хипстер Нефюдов, глава государственной фискальной службы, буквально затерроризировал таможенников. Они уже боятся туалетную бумагу покупать, опасаясь обвинений во взятке. СБУшники понатыкали всюду своих камер. Даже в туалетах. Коррупция на украинской таможне полностью побеждена. Все в шоке. Бизнес встал. Но на выручку пришли доблестные пограничники. Они смело взяли на себя нелегкую ношу и рубят бабло так, что аж заборы на кордоне качаются. Таможенники ходят злые и голодные. На новый 11-й айфон не хватает. Жена без Баден-Бадена загибается, а эти псы Авакова метут все подряд. Чтобы Зеленский не забыл о гневе нации, Арсен мобилизовал своих нацжен. Это такая игра слов. Национальная дружина не только дружина, как военизированная организация. На украинском дружина, на русский переводится, это жена. Поэтому боевиков Авакова называют нацженами. Так вот, президент еще не закончил свой брифинг по поводу подписания формулы Штайнмайера, а лидер нацжен Белецкий уже вовсю клеймил его под стенами офиса за капитуляцию. Все там, естественно, почувствовали себя очень некомфортно. Аваков успокаивает. Мол, ничего страшного, надо возглавить процесс. Не сците, разрулим ситуацию с Майданом. Будут прыгать в СИЗО. Другими словами, без Арсена и не туда, и не сюда. У него полиция, организованные в колонны националисты, которые могут в теории подменить протест Порошенко и закозлить его самого. Нет у Зеленского подобных уличных бойцов. Иван Баканов, глава СБУ, дружок президента, утратил контроль на ДС-14. Они теперь под МВД. Просто какой-то праздник у Авакова. Подконтрольные ему СМИ, Цензорнет, Апостров и другие разгоняют по сети за Раду. Дескать, Зеленский собирается встать на колени перед Путиным. Парахабуты получили аванс и воют на эту же тематику. Министр МВД опять становится гарантом демократии и соблюдения украинной договоренностей, достигнутых в Минске. И начинает играть все более и более значительную роль. Раньше Авакову запрещали работать с депутатами, избранными в Раду по его протекции. Человек 20. Теперь он уже формирует свою группировку в парламенте, раздает указания, как голосовать. Короче, человек оживает буквально на глазах. Понятное дело, что Игорь Валерьевич не даст Арсену окончательно расправить крылья. Обязательно подкинет ему интересную пакость, выставляющую главу МВД в неприглядном свете. Но пока он нужен для подавления восстания Парахабутов. Александр Яблоков Телохранитель Зеленского